Двенадцать часов, начинаем нашу работу. Я очень рада, что несмотря на такой напряженный график у всех, мы все-таки здесь сегодня собрались, чтобы обсудить, на мой взгляд, очень важные темы. У нас сегодня в повестке заседание об организации экологического туризма в городе Москве, об организации экологопросветительской акции «Мой любимый парк», о проектах федеральных законов, поступивших в комиссию по экологической политике из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и разные. Я хотела бы все-таки, понимаю, что нас очень много, но здесь собрались такие яркие, талантливые люди. Но чтобы хотя бы не представить, кто, ведь персонально, я думаю, в ходе обсуждения, награждения мы узнаем. А вот сейчас я хочу сказать, что, конечно же, мне приятно, что в работе комиссии принимают участие депутаты Московской городской думы, мы знаем, что... Вот идем по порядку. Ильичева Ирина Викторовна, член экологической комиссии, директор образовательного комплекса. Ярославская Ольга Владимировна, депутат Московской городской думы, тоже директором известного образовательного комплекса. Теличенко Валерий Иванович, член комиссии по экологической политике, возглавляет вуз известный, строительный, тоже знающий, заслуженный человек. И Перфилова Надежда Рафаиловна, депутат Московской городской думы, тоже возглавляет образовательный комплекс. Поэтому мне приятно, что коллеги принимают участие сегодня в нашей работе. Но в целом у нас сегодня очень хороший состав, который позволит нам действительно детально обсудить те вопросы, которые мы вынесли в повестку дня. Очень известные люди и много делающие в этом направлении от органов власти. Вот департамент природопользования, я смотрю, вот как-то так разделились, так сразу ли тут и направо, и налево. Поэтому мне приятно представить Симутникова Евгений Геннадьевича, нашего друга большого, заместителя руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды, Ширяева Ирина Андреевна, начальник управления экологической политики департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ну и, конечно же, я не могу не сказать, что представлено очень широко МОЗ природы. И руководители экологического отдела, и представители всех дирекций, и руководители экологических центров на территории. То есть, вот полный состав. Конечно, я не могу не представить сегодня департамент образования, с которым мы по реализации проекта работаем, но руководитель. Даже они немножечко впереди, я должна это признать. Поэтому спасибо огромное, но сегодня здесь у нас принимают участие. Москва, центр организации Москва развивается. Естественно, развитие города, который в перспективе хочет сохранить лидирующие свойства, стать привлекательными и для своих жителей, и быть группой обеспособным, в хорошем смысле это слово, невозможно без градостроительного развития. Москва уникальна тем, что она, в отличие от многих городов, сохранила, Музель Михайловна об этом сказала, тоже за это огромное спасибо своей природой и естественной ненарушенной системой. И естественно, в этой ситуации, в этой диспозиции всегда есть, не хочется говорить слово конфликт, но есть задача совмещения, задачи предостроительного развития города, и при этом сохранения естественных природных систем. И одной из наших идеологических целей природоохранного департамента и правительства Москвы является, как сделать таким образом, чтобы природные территории города Москвы воспринимались не как досадное ограничение в градостроительном развитии Москвы, а как бонус для развития прилегающих к ним территорий. И экологический туризм есть одна из слов, который может этому помочь. Действует мост природы на всех наших особо охраняемых территориях, причем разнообразные, интересные и событийные, тематические, комбинированные, велосипедные, совершенно различные, с использованием современных новых и технологий, и форм, чтобы это было увлекательно, интересно и, безусловно, познавательно, и, самое главное, без вреда для природы. Поэтому, когда мы говорим о неких программах, помните о том, что есть организация, которая отвечает за особо охраняемые природные территории, Головод. Это мост природы. И наша задача сохранить для города, для будущих поколений, нашей природной территории, вот этот ценнейший просто ресурс, его грамотно использовать, поэтому, когда разрабатываются программы, когда вы хотите прийти на особо охраняемые природные территории, то не все и каждый, когда выступал, говорил фактически об этих наших территориях. Природно-историчных парков, Зеленоград и так далее. Это наши программы. Поэтому, обращайтесь, пожалуйста. Ольга Борисовна, у вас тоже напросили, а мы как раз и хотели. Спасибо. Обязательно, в обязательном порядке, просто бесконтрольно, экологическим туризмом в Москве особенно заниматься нельзя. Иначе, если мы всех запустим, скажем, ребята, идите, у нас есть разработанные, мы разрабатываем еще программы, мобильные приложения, да, в том числе для самостоятельных путешественников, туристов. Мы в этом году, на Зеленой неделе, мы ее так условно называем в преддверии Дня Эколога, запускаем большую интересную программу, большое экологическое путешествие, или Зеленая Москва, когда будут разработаны программы для самостоятельного именно путешествия, но по определенным местам. Есть зонирование, есть уникальные участки, которые мы не можем нарушать, и не можем туда массово приглашать. Лучше всего, конечно, делать под контролем наших специалистов, нашими... Ольга Борисовна, спасибо большое. В последнем апреле сформировалось несколько отрядов детей, которые отправились в Северную Арктику, изучать Арктику, изучать Северный полюс. И, в принципе, это, конечно, достаточно незурядная вещь, отправиться в Арктику, но вообще российские дети в Арктике бывали, и бывали до этого. Но до этого мне приходилось руководить девятью такими молодежными арктическими экспедициями. Они были федерального масштаба, то есть дети присутствовали из разных регионов Российской Федерации. Но всегда казалось, что нам не хватает какого-то образовательного компонента в этих экспедициях. Мы совместно с Департаментом образования решили сделать так, чтобы Центральная Арктика превратилась в образовательное пространство, которое соединилось в образовательное пространство московских школ. В результате в экспедиции приняло участие более 10 тысяч подростков. Это много. Значит, 10 тысяч подростков узнали, что такое Арктики, узнали, что такое Северный полюс, узнали, что такое дрифующие льды. Провели отбор, конкурс, в результате которого сформировались несколько экспедиционных отрядов. Мы, конечно, замечательные абсолютно ребята находятся. Это участники экспедиционных отрядов Большой арктической экспедиции. Значит, в результате появилось два отряда. Один отряд назывался отряд «Полюс». Значит, 7 мальчишек и девчонок вместе со мной прошли 100 километров в течение 6 дней на лыжах от дрифующей станции российской «Борнео» до Северного полюса. Спали в палатках, готовили себе еду на примусах, преодолевали торосы, преодолевали столыни, преодолевали пульки метели. Но начали достигнуть Северного полюса. Второй отряд, он назывался «Борнео». Значит, так называется российская научная дрифующая станция, которая каждый год организовывается Русским географическим обществом в Центральной Арктике по изучению природы Центральной Арктики. Второй отряд «Борнео» он, значит, 7 дней провел на станции, на одноименной станции. Значит, вот Иван Свернов рядом со мной сидит, научные руководители этого отряда. И ребята, значит, там изучали, изучали флору, изучали фауну, изучали лед, изучали еще что-то. Значит, Иван чуть-чуть, если можно, об этом подробнее расскажет в своей презентации. У него, значит, хорошая презентация, открытия были совершены, еще что-то. Ну вот, значит, все-таки благодаря этому путешествию, я думаю, что очень многие дети, очень многие родители, они вот задумались о том, что на самом деле у нашей Земли существует такой вот некий в прямом и в переносном смысле слово «щит», арктический, ледянующий, который на самом деле нас охраняет, который нас защищает. Потому что все-таки вот Арктика, с одной стороны, конечно, очень холодная, и там осталось по-прежнему там курт, метель и все остальное, все остальные неприятности, которые могут быть, но все-таки это некая экологическая, абсолютно нетронутая система, которая оказывает влияние на всю, на нашу планету. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сегодня встречаются представители, те, кто занимается экологическим туризмом, а вот ваше мнение, что это такое? Два слова. Ну, экологический туризм сейчас очень развивается, это, можно сказать, даже модное направление. Это, если коротко, то как быть туристом и не наносить вреда окружающей среде, и сохранять свое какое-то наследие историческое, культурное. Ну, тут очень много факторов в экологическом туризме, в познавательном туризме, можно долго рассказывать. Ну, вот в двух словах, это так относиться к природе, чтобы ее беречь. Скажите, а вот в последнее время идет разговор о экологическом каком-то сборе. Что это такое, с вашей точки зрения? Нужно это вводить или не нужно? Ну, мне трудно сказать, потому что это уже нормативная какая-то документация, да, экологический сбор. Ну, если это на поддержку идет каких-то проектов, которые во благо содержания, там, тех же территорий природных, или помощь детям, которые будут учиться, да, как себя вести правильно на природе, или помощь каким-то опытам, да, в их нуждах, мне кажется, это нужно. Да, формирование троптиш, да, аншлаги, вот эти все, ну, инфраструктуры, да, которые существуют на территории природных парков, заповедников. Скажи про то, что мне кажется, нужно. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.